Эммануил Самсонович на пенсии, но терять время в очередях бывший заведующий реанимации Самарского кардиоцентра не привык. Поэтому все документы, необходимые для загранпаспорта, оформил через интернет. Мне было назначено точно время 16.30 прийти для фотографирования. Меня приняли в 16.29. То есть я не ждал ни одной минуты. Процедура заняла около месяца. Документ нового образца печатается в Москве. И после оплаты госпошлины 2,5 тысяч рублей Эммануил Самсонович становится счастливым обладателем юбилейного для губернии загранпаспорта. Если есть действующие визы, пожалуйста, он имеет право пользоваться. Сотрудники УФМС говорят, самарцы активнее других соседей по федеральному округу пользуются электронным способом получения государственных услуг. 60% всех электронных обращений в округе – это Самарск в области. Да. Вот если у нас просто зашкаливает. Вот по итогам полугодия было 60 тысяч обращений. 40 тысяч были наши. Тем временем в отделении по выдаче загранпаспортов привычная суета. Потоки тех, кто пришел за паспортом старого образца и для оформления нового, сливаются. Сотрудники УФМС сетуют на недостаток помещений и приглашают самарцев в офис на улице Осипенко. Мы разводим потоки. Вот есть паспорт старого поколения 64-й серии. Я всех людей приглашаю на Осипенко 3. Значит, там очередей нет. Сегодня с 1 сентября мы работаем на прием, а с 1 октября уже будем на приеме, на выдачу. На Осипенко. Да, порядка 70 человек за день приходят. Это 4 окна работают, проблем никаких нет. В прошлом году статусный паспорт губернии был выдан в декабре. В нынешнем – на три месяца раньше. Уже к Новому году сотрудники Управления Федеральной миграционной службы намерены ликвидировать очереди, ставшие уже символом самарского ОФМС. Для этого планируется не просто ввести систему электронной очереди, а дать возможность бронирования времени. Каждый сможет сам выбрать, когда прийти в отдел за своими документами.